Друзья, всем привет! Вы на канале Делай Сам и с вами снова Алексей. А, вот будем творить с вами сегодня чудеса. Будем делать классную штуку. Это будет у нас токарный станок. Будем делать мы его из мотора стиральной машины. Плюс, насмотревшись всяких обзоров, я решил приобрести еще себе электроплату. Приятного просмотра! Ставьте лайки, комментируйте. Не забывайте подписываться на канал, кто еще не подписался. Ну все, поехали! За основу сегодняшней самоделки у нас будет, конечно же, вот такой вот мотор. А стиральная машина Атлант. Берем пару кусков трубы. Также такой кусок трубы. Берем болгарина. И все начинаем резать. Отмечаю теперь на трубе 60х60 два куска по 2 см. Так, вот нарезал я, в общем, два кусочка по 25 см, 40х20 трубу. Здесь по 200 мм, на 60х60. И по 70 см. Уже забыл. По 70 см, да. Вот я немножечко раму прихватил. Здесь я отказался от 40х20, потому что у меня короткие. Ну, больше у меня нету по наличию, надо докупать. А временно я прихватил 25х25 два кусочка. Друзья, немножко что-то отвлечься. Пока тут было промежуток времени, я немножечко поделал. А мне как-то раньше один токарь сделал такую вот насадочку сюда, да, на... Под конус он немножко подзабьется. Взял немножечко, проточил. Как бы болгаркой все прорезал сначала. А потом все напильничками прошелся. Мне вот друзья из фирмы Хардена предоставили инструмент очень хороший. Прям, ну, мне очень нравится. Ссылочка будет у него в описании. Можете посмотреть. И на Азоне заказать можно, где хочешь. Можно прямой на сайте. Вот. И, в общем, вот такая. Вот сейчас еще там позвонил. Есть у меня еще на подшипничек сделал. Сейчас у меня конус тоже. Токаришки вытащить. Ну, нет у меня токарного станка, да. Внутренний диаметр я ничем не выберу. Как бы тут как ни крути. Приварил я две гаечки. Постарался по отношению этой трубы сделать все по уровню, да. Чтобы когда труба лежала по уровню у меня. И чтобы шпилька была тоже по уровню. Здесь тоже постарался сделать по соотношению под 90 градусов. Все это вварил. Вот. Это вот, ну, вот сюда. На что у нас получается? Нарезал я вот таких вот два. Кусочка. Нарезал два куска пластины. Сейчас расскажу, где считают. Один мы приварим сюда, квадратик. Один сюда. И от профильной трубы тоже кусочек. Вот так вот. Обварим это. То есть это будет из-под низу, да, лежать. Вот так вот. Вот, говоря, здесь стоять. Стоять. Потом. Я думал, обойдусь малой кровью. Сделаю из того, что есть. Но вот такой вот один кусочек металла мне не хватает. Надо докупить. Делаю все из остатков. Но вот придется подкупить. Вот. Здесь я сейчас вымерю центр, просверлю отверстие и с другой стороны наварю гайку. И потом, только уже потом, закреплю ее к металлу. Привычали мне конус. Он под подшипничек. Вот так вот прям будет все четенько становиться. Прям почти идеал, да? Прям четко. Видите, выходит. Как я в это буду закреплять, посмотрите видео. Сейчас что будем делать? Сейчас я вот отрезал такой кусочек, у меня четверочка пластины. Наверное. Сейчас я вместе это все закреплю. Сделаю по два отверстия на 12. Ну и прям на глаз. Будем сверлить. Так, сейчас все немножечко закерню. Возьму черлышко-пятерочку. То есть у меня такая вот малышка. Прям вообще мне вот глаз не нарадуется. И будем сверлить прям сразу в два, две пластины. Не забываем смазывать. Просверлил я дальше отверстия на 12. В нижнюю часть я сейчас приварю вот так вот две гаечки. Не было у меня болтов. Пришлось выходить из ситуации. Со шпильки отрезал кусочки. Накрутил гайку, обварил. Сделал три таких вот. Два подлиннее. Один покороче. Также собрал вот такую вот штуку. Помните, у меня была длинная. Да, я ее сейчас уже подобрезал. Здесь почему три гайки, это потом я объясню почему. Здесь я запрессовал. Это шпилька 14. Внутренний диаметр подшипника 12. Я шпильку зашлифовал до 12 миллиметров. Запрессовал их туда через шайбу. Теперь берем наш конус. Он у нас прям заходит. Как, ну, немножечко, да, там. Потому что даже выходит, слушайте. Со звуком. Вот. Со звуком такой заходит. Будет у нас стоять вот так вот. Сейчас перевешивает. Голова тяжелая. Вот. Теперь что, сейчас я соберу. Буду приваривать эту всю штукенцию. Сейчас быстренько так прикручу все. Вот такая уже красота получается, да. Эта пластина, понимаете, будет двигаться. Сейчас я примерно, ну, на глаз выставлю пациент. По центру. Использовать буду угольничек. Выставлю все по углу. Чтобы было все четенько. Сейчас прихвачу. Все это сделаю за кадром, конечно. Ну, я думаю, красота. Сейчас обварю и покажу. А, ну, вот я, в общем, прихватил на 6 прихваточек, да. Пока это достаточно. Я же вам сразу говорил, что все буду обварить по кругу. Потом уже, когда полностью конструкция будет готова, когда затестирую все. Вот. Получается вот так вот. Это все будет ходить. Здесь у меня будет поддержатель. Сейчас пыталась мне приварить сюда трубочку. Сделать, как он называется. О, забыл. Короче, понятно, да. Но я потом покажу, вспомню, расскажу. Вот. Тоже все это пропил сделан, да. Как бы все на болту. Все туда-сюда. Можно будет под разным углом. Также все это будет фиксироваться. Ну, прям уже почти красота. Да, все, конечно, еще будет у Давида изменяться. Есть у меня плата. Поставим мы плату. Тут и регулировка оборотов будет. И тахометр. То есть, ну, куча. Так что досмотрите ролик до конца. Самое главное будет прям почти в самом конце. А сейчас можно поставить уже жирный лайкос авансом. Немножко расскажу, что я уже сделал. А, приварил вот такую трубочку. Приварил гайку. Это чтобы держать. Поставить держатель. Держатель тоже такой сварил. Из пластины. Наверное, пятерка здесь толщина. Это все будет вот так выглядеть. То есть, можно будет вернуть так. Можно будет вернуть так. А, здесь тоже я прикрутил колесико такое, чтобы можно было закручивать. Потому что здесь будет гайка, контрагай. Все это уже я обварил. Теперь только осталось покрасить. Просверил отверстие. Решил я так закрепить мотор. Теперь что осталось? Все это быстренько покрасить. И собрать конструкцию. Подключить плату. Так что досмотрите ролик. Там самое интересное будет в конце. Потом мы затестируем. Сейчас просто по щелчку так. Раз. Вот такая получилась красота. Сейчас будем собирать все это. И будем тестировать. Ну, сейчас соберу еще здесь. Скоро поставлю. Сейчас давайте сейчас так потихонечку. Может, в быстром темпе все это поставим. Посмотрим. На некоторых моментах остановимся. Ребята, в общем, с чего, что было. Собрал вот такой короб. Разместил там плату. К сожалению, у меня, я еще раз повторюсь, нет магнита. Ни один его можно было засурилиться, прикрепить и поставить тахометр. Чтобы увидеть обороты. Ну, ничего. Мы и так, я думаю, справимся без этого. А теперь сейчас что, будем все это подключать. А, не сказал я мотор, я на болты закрепил все-таки. Да, он никуда, я думаю, не денется. Так, все теперь одеваем. У меня тут все уже высчитано. Чтоб проводочки у нас ничего не мешали друг другу. Вот как это все выглядит. Все шикарно. Пойду-ка, вот такая вот красота получаюсь. У меня еще осталось несколько моментов. Завершающих, так сказать, надо заглушки тоже поставить. Все-таки это будет смотреться подсевиннее. Так, ну вот, штановчик наш готов. Все собрано, все работает. Здесь тоже все четенько. Все, я его сейчас включаю. Шикарный звук. Сейчас становится, а реверс переключу, потому что на включенном моторе, ну, на не остановившейся моторе лучше не включать реверс. Сделал я простую елку, да, немножко ее тут с топориком подровнял. Сейчас все это быстренько мы с вами вставим. Закрутим. Вообще рабочие. И тема получилась. Ну, я думаю, все будет работать, все будет не топ. Давайте попробуем. Так, ну, резцов у меня нету. Буду пробовать с таместочкой. Как бы, ну, что сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Звучит музыка. Звучит музыка. И вам всем огромное спасибо, поставьте палец кверху, прокомментируйте, чтобы еще дополнить данные конструкции, понравилось вам, не понравилось, ну в общем жду от вас обратной связи. Так что всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца, всем пока, до новой самоделки.